В продолжении разговора, интервью с Савиком Шустером, как думаете, вернется ли Савик на телевидение, что будет с украинским телевидением сейчас, когда война еще идет, и мы не знаем, сколько она будет идти, и после нашей победы? Пока идет война, понятно, что Савик Шустер не вернется на телевидение, возвращаться некуда. Есть единый телемарафон, но туда Савика явно не пригласят. Когда закончится война, я не знаю, будет ли телевидение, потому что я по-прежнему считаю, пусть я в меньшинстве, но я так думаю, что с каждым днем, с каждым месяцем количество желающих смотреть телевизор резко падает. Люди переходят в YouTube и на соцсети. Телевизор теряет, теряет ящик этот, он не в тренде, и если провести опрос среди людей до 50 лет, вы увидите, что телевизор смотрит ничтожно малый процент людей. То есть, очень уже пожилые люди смотрят телевизор, и то меньше, меньше и меньше. Поэтому я не знаю, будет ли Савику куда возвращаться, будет ли телевидение в том виде, в котором оно было. Дмитрий Ильич, но мы с вами, люди, которые провели очень много лет на телевидении, тем не менее сейчас на YouTube-платформе, в интернете, вы не видите Савика в интернете? Нет, пока не вижу. Ну, смотрите, Савик дал два интервью мне за период, за эти пять месяцев. Оба они набрали от миллиона и выше просмотров. Значит, Савик есть. Вот, но этот человек, повторяю, который имеет что сказать, и который даже когда молчит, он потрясающе молчит. Савик настолько выразителен. Я Савика люблю, я считаю его выдающимся телеведущим, еще не сказавшим своего последнего слова, далеко не сказавшим. Я верю в его будущее, в его почти 70 лет. Верю. Так вопрос тогда, Дмитрий Ильич, но если телевидения не будет, где же тогда Савик? Ну, платформ-то достаточно. Я думаю, что рано или поздно Савик оторвется от созерцания действительности и сделает, может, свой YouTube-канал какой-то, может, будет выступать на других YouTube-каналах. Я думаю, что он себя найдет. И он себя, замечу, и не терял. Михаил Саакашвили все еще находится в тюрьме в Грузии. Что знаете о нем сейчас, в каком он состоянии и какие перспективы? Я знаю, что он в плохом состоянии физическом. Я еще раз, пользуясь трибуной, хочу призвать власти Грузии немедленно освободить узника совести. Политического заключенного Михаила Саакашвили. Великого грузинского президента. Я уверен, что он будет на свободе. Я вам скажу больше. В тот день, когда Украина одержит победу в войне против России, Михаил Саакашвили будет на свободе. Продолжение следует...